Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Привет, 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 привет! Привет, привет! Сегодня, ребята, вас тоже ждет очень интересный рассказ об очередной экстренной ситуации от нашего эксперта по безопасности из МЧС Марии Александровны, но сейчас время первого конкурса. Это снова будут загадки, но снова новый способ отгадок будет. Я буду читать загадку, а отгадку вам надо будет написать на стенде. Заодно проверим, как вас научили грамотно писать в школе. Отгадки будут проявления природы. Быстрый и правильный ответ стоит 4 фишки, просто правильный 3. Все понятно, я предлагаю начать. Скорость, да. Правильный и быстрый 4, а просто правильный 3. То есть, кто справится быстрее, получит 4. Я читаю первую загадку. Шумит он в поле и в саду, А в дом не попадает, И никуда я не пойду, Покуда он идет. Явление природы, не забывайте? На скорость. Внимательно пишем. Ваня решил, что это дым, а Варя решила, что это дождь. И Варя оказалась права. Это дождь. Ребят, дождь. Нам же неприятно, когда дождь идет. Мы прячемся дома, сидим, выжидаем, пока он закончится. Повернулись ко мне и слушаем внимательно вторую загадку. Не забывайте. Речь о явлениях природы. Разноцветные ворота. На лугу построил кто-то. Постарался мастер тот. Взял он красок для ворот. Ни одну, ни две, ни три, целых семь. Ты посмотри, как ворота эти звать. Можешь их нарисовать? Ох, а почерк, Вань, даже трудно догадаться, Что вы там такое пишете. Аккуратнее надо писать. У Варя 4 фишки, у Вани 3 фишки. А что это ты там написал? Радука. А что было понятнее, да? Радука. Ночью на небе один золотистый апельсин. Миновали две недели, апельсином и не ели, Но осталась в небе только апельсиновая долька. Золотистый апельсин, а через две недели от этого апельсина Остается только апельсиновая долька. Варя получает за правильный быстрый ответ 4 фишки, Ваня получает за правильный ответ 3 фишки. Присаживайтесь. Так. Держи, Вань, ты свои. Так. Ну что, молодцы, ребята. Хорошо вы отгадываете загадки. Это твои, да. Чуть позже мы с вами подведем итоги этого конкурса. А сейчас время нашей последней встречи с нашей хорошей знакомой из МЧС, Марии Александровной. Она уже готова выйти с нами на связь. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада нашей встрече. С наступлением первых осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Ребята, а как вы думаете, в чем коварство первого льда? В чем коварство первого льда? Чем опасен первый льд? Потому что он может раскалить. Он очень тонкий. Да? Тонкий. Да. С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным причинам. Например, порыбачить или перейти по льду с одного берега на другой. Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. В это время лед только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов или ручья, впадающего в водоем, вода зачастую покрывается очень тонким льдом. Молодой лед отличается от старого более темным цветом и тонким ровным снежным покровом. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, ведь под снегом лед нарастает медленней. Ребята, запомните, замерзшие водоемы не место для игр. Выходить на лед можно в случае крайней необходимости и только в сопровождении взрослых. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Спасибо! Ребята, это еще не все испытания, которые я для вас подготовила. Еще одно финальное остается. Это ответы на вопросы. Все это вы слышали в один из игровых дней. Сейчас мы проверим, насколько внимательно слушали Марию Александровну. Каждый правильный ответ стоит три фишки. Если соперник будет вас дополнять, то часть фишек перейдет в его копилку. Ребята, давайте определим с помощью жребия, кто будет отвечать первым. Хорошо? Кому попадется фишка, тот и начнет отвечать. Ну, Варя будет первым. Итак, первый вопрос. Расскажи, Варя, почему опасно ходить около фасадов зданий, под балконами или около них? Потому что сосулька может быть. Правильно. Потому что в зимнее время сосулька, либо что еще может быть? Лед. Снег. Глыбы снега. Так, а еще чем опасно? Ну, про лед, про сосульки, про снег Варя сказала. Это не тот случай. Нет, который по трубам и лед там. В водосточных трубах? Да, это тоже может быть. Правильно. Ребята, что еще вспоминаете? Что может падать? Штукатурка, ребят. Или украшения. Налепленное на здании. Правильно? Так, ну что, три фишки за один ответ. Отвечали мы втроем. Поэтому по одной фишке все и заработаем. Я себе одну оставлю, одну Варе и одну Ване. Договорились? Да. Потому что ответ нужно, ребята, давать максимально полным на все вопросы. Второй вопрос, Ваня, слушай внимательно для тебя. Он со второго соревновательного дня. Чем опасны сосульки на крышах многоэтажных домов? Упасть я могу. И могут опасность серьезно для здоровья таким образом причинить, да? Да. А мы не смотрим сразу вот так под стенку, потому что там крыша такая маленькая. Ну и украсть от сосулек. В зимнее время нужно быть очень осторожными и стараться ходить как можно дальше. Вообще от зданий отходить, если балкон или просто от фасадов отходить. Потому что сосульки и спрессованные куски снега, ребята, тоже могут падать. Хорошо, Вань. Хорошо. Вспомнил. Вспомнил? Все, умничка. Держи, три фишки. Варе не пришлось тебя дополнять. Молодец. Третий вопрос, Варя, для тебя. Из-за чего может оборваться водосточная труба и когда это чаще всего происходит? Вань, ты молчишь. Сейчас говорит Варя. Когда я зима... Зимой и весной, когда тает снег. Почему? Объясняй, пожалуйста. Вспоминай, Мария Александровна подробно об этом говорила. Лед. Что лед? Он. Вань, ну попробуй ты ответить на вопрос. Ну, когда вода чутет, а там лед такой замерзший. Так, да. Может сотня леда упасть. Правильно, Ваня. Когда начинает таять снег, вот на крыше, начинает поток воды двигаться по водосточной трубе. А внизу, как пробочка, есть там ледяная пробка, так? Пробка, да. А ближе к ночи, когда заморозки, начинает эта вода, поток воды замерзает. Плачь. Таким ледяным столбом остается в водосточной трубе. И это все, не дай бог, в один прекрасный момент может обвалиться. Либо крепления не выдержат и от стены отойдут, либо обрушится сама труба. Держи. Молодец. Ответил? Ну что, четвертый вопрос тоже Ване. Чем молодой лед, Ваня, отличается от старого? И по какому льду можно ходить? По старому. По старому. Хорошо. Чем отличается молодой лед от старого? Потому что... Старый лед? Потому что старый лед, он более крепкий. Так. А молодой? Молодой лед, он такой... Тоненький. Тоненький, узенький. Хорошо. Мария Александровна еще говорила про цвет. Она даже говорила про цвет. Вспоминай, какого цвета? Молодой лед? Молодой лед. Каким цветом отличается? Молодой лед такой белый. Более темный или более светлый? Ну да. Какой? Более белый. Варь, ты согласна? Более светлый? Да. Неправильно, ребят. Более темный. Не трогай фишечки. Более темным цветом отличается молодой лед. И еще что на нем? Когда можно точно знать, что лед молодой? Когда он вот такой узенький, я говорила. Тоненький. Тоненький, да. А еще, ребята, там не ходила ни одна нога. Как это видно? Потому что там следы не остались. Да, снег ровный, запорошено все снегом и никаких следов. Так, хорошо. Выходить на лед когда можно? Когда он с мамой, с папой, вот так, с братьями, с сестрами. Ванечка, с братьями, с сестрами, но только если они намного старше, то можно. А так, переходить вообще нужно, да, стараться избегать. Ну, а если уж очень надо, то только под присмотром взрослых. Когда еще? Можно когда еще, когда уже он, ну, когда он уже твердый такой стал. Ну, Варя, это тоже только под присмотром взрослых. И самим детям нельзя. Вань, ну, молодец. Вспомнил, поэтому получаешь три фишки. Держи. Ребят, вопросов у меня больше нет. Мы почти с вами уже узнали, кто победитель сегодня. Осталось только посчитать фишки. Считайте быстренько. 12, 13, 14, 15, 16. В упорной борьбе. Ребята, у нас с вами ничья. Ничья 63, 63. С чем я вас и поздравляю. Желаю вам успехов и хочу подарить подарки, которые вы честно заслужили. Варь, это тебе. А это, Ванечка, тебе. А может, и сейчас. Присядьте. Я прощаюсь с вами, ребята, и жду встречу с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока.